Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Слава, привет, рада тебя видеть у нас. Здравствуйте, Митя и Елена, рад видеть вас тоже. Да, спасибо. Ну что, на что ты обратил внимание? Что больше всего, наверное, тебя удивило, если говорить про экономический блок Владимира Путина? Ну вот я здесь выписал несколько моментов для себя, которые, наверное, одним словом или одной фразой, заглавить, то это вопрос из СМС, который висел на экране и попал в трансляцию. То есть, Владимир Владимирович, когда же реальность, которой вы располагаете, совпадет с нашей действительностью, в которой мы все существуем? И я так понял, что из всех вопросов только один был заранее достаточно хорошо проготовлен, то есть такая домашняя заготовочка, которая должна была в виде какого-то новогоднего подарка к столу подоспеть. Это отмена комиссии ЖКХ. То есть, действительно, когда граждане платят, оплачивают услуги ЖКХ, с них банки еще берут комиссию за эти проводки. Хотя для банков, по сути, это дополнительный кэш, который, ну, облагать комиссионным доходом еще каким-то, это, ну, на самом деле, неприлично. И у банков 500 миллиардов в этом году вот этих комиссионных доходов. Это огромные суммы. Ни в одной другой стране мира вы не можете найти таких показателей комиссии банков в структуре их доходов. И Путин дал такой подарочек пенсионерам только им, что они не будут платить вот эти комиссии банкам. Хотя на самом деле он мог бы сказать, ребят, ну вы офигели вообще. То есть, давайте-ка уже, раз государство вам дает возможность проводить через себя эти платежи ЖКХ, то и так вы нормально зарабатываете. Вот. Это единственный подарок. В остальном все обещания и оправдания. На самом деле, конечно, нельзя не отметить извинения. То есть... Заятся. То есть, пацаны не извиняются. На самом деле, оказалось, что все-таки пацаны извиняются. И единственная проблема в том, что он не признает проблему на стратегическом уровне, а именно обнищание населения и неконтролируемая инфляция. Он говорит о том, что это сбой правительства. Не вовремя разрешили импорт. Вот здесь, конечно, я полез узнавать, а сколько же в Турции стоят яйца. Потому что Путин, скажем, приводит в качестве некого рецепта решения этой проблемы доступ белорусских и турецких яиц. Белоруссия не так много может нам дать, Турция может дать много, но единственная проблема. Там не дюжинами считают, а не десятками, а дюжинами. Так вот, там дюжина яиц стоит 2 доллара 60 центов в магазине, а у нас доллар 50, если перевести на доллары. То есть я не совсем понимаю, а они что, турецкие производители будут себе в убыток нам поставлять яйца, если они могут на внутреннем рынке продать почти в 2 раза дороже. Как эти яйца могут решить проблему высоких цен в России, непонятно. Я думаю, что Путину просто подсунули это, скажем, решение, что вот импорт решит проблему с ценами, но никак он эту проблему не решит, разумеется. То есть это очередное словоблудие, которое не имеет к реальности никакого отношения решить проблему подорожания продуктов питания. Таким образом, России невозможно. А опять же, скажем, что импорт, который сейчас Путин приводит как некую панацею, он и в случае с фармацевтическими компаниями сказал, что вот у нас импорт мы не запрещаем, лекарства будут, соответственно, мы не запрещаем ни яйца теперь, мы рады китайскому автопрому. Это о чем говорит? О том, что здесь начинает такое раздвоение происходить в Кремле, Патрушев за то, чтобы импорт ограничивать, потому что это давление на курс рубля. Путин понимает, что, ну вернее, он вообще, мне кажется, ничего не понимает, простите, но ему подкладывают вот эти решения, и он, озвучивая их, тут же противоречит той политике, которая была озвучена для обуздания инфляции. И, соответственно, это лишний раз нам демонстрирует, что полностью на интеллектуальном уровне, на аналитическом уровне решение проблемы стабилизации экономического вот этого кризиса, а именно снижение доходов населения, оно нерешаемо. То есть два взаимоисключающих решения. Разморт запретить импорт. Как это будет совмещаться, тоже, понятно, что никак не может совмещаться. И что я бы отметил, наверное, вот из того, что про безработицу. 2,9% гордится цифрой, когда у тебя там миллион человек на войне, условно говоря, и у тебя 10 миллионов мигрантов, ты сам про это говоришь, что экономика России без мигрантов, без этих 10 миллионов человек не может существовать. То есть и при этом гордиться низкой безработицей, это совершенно, опять же, раздвоение. То есть нормальный человек, который все это слушает, должен сказать, так, подождите, так безработица – это хорошо или плохо? Так, подождите, а мигрант – это хорошо или плохо? То есть в одном предложении или рядом два предложения, которые противоречат друг другу на логическом уровне, гордиться низкой безработицей, но при этом говорить, что мы без… ну у нас нет людей, у нас реально нет людей, у нас вымирающая страна, и без 10 миллионов мигрантов мы ничего не можем произвести даже. Вот эти основные моменты, которые просто кричат о том, что нет какой-то согласованности в понимании экономической политики ближайшего времени, они ярко засвидетельствованы. Я хотела сказать, что про яйца он довольно очень странно, очень странно объяснил причину поднятия цены. То есть причину ему никто не подсказал, что отвечать подсунули про импорт, а причину никто не сказал. Он сказал, ну потому что вы стали есть больше яиц. Знаете, я раньше было время по 10 мог с утра съесть. Что, при чём, как так можно на уровне, на президентском уровне? Ну смотрите, это одна из причин, которая объясняется тем, что при снижении реальных доходов населения люди отказываются от более дорогого мяса, ну то есть источника белка в виде там говядины и свинины, в сторону самого дешёвого. На третьем месте курятина, на четвёртом месте яйца. Соответственно, это имеет под собой основание. То есть когда люди нищают, они переходят, больше покупают самого дешёвого. И в данном случае белок же нужен. Да, может быть вместо куриного супа теперь яичница из пяти яиц. И это дешевле, условно говоря, чем купить или там борщ сварить из говядины. Но, конечно же, проблема основная в том, что снижение курса национальной валюты вкупе с тем, что корма, антибиотики, многие вещи, на которых завязаны. Да, при этом, извините, давайте не забывать про оборотные средства у компаний, которые производят всё это. При ставке кредита там 20-30% это вымывание всей оборотки. И, соответственно, перекредитоваться под нормальный процент. А любое предприятие, производящее что-то, оно должно сначала закупить, а потом продать. А в основном закупки идут кредиты, факторинг. Факторинг – это когда ты ещё не получил деньги от торговой сети, но тебе банк уже отдал эти деньги заранее, за месяц. Потому что ты можешь месяц ждать деньги от торговой сети. И если у тебя факторинг, например, становится вместо 12% в 25%, то что происходит с этими доходами? Конечно, они сокращаются. И так по всем статьям. То есть у производителей расходы растут, доходы падают. Конечно, они будут это перекладывать на население. И, соответственно, курс рубля плюс вот эта неадекватная кредитная политика, которая, опять же, никак не может центробанке начать решить эту проблему, кроме как ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, всё это приводит в одну точку, сфокусирует вот эти растущие цены. Слав, я заметил ещё, что довольно много было реверансов Турции, таких и прямых, и практически невербальных. Обратил ли ты на это внимание, и может ли так статься, что теперь Турция получит ещё больше преференций в приторговле с Россией, если говорить, если брать тему шире, они не только про яйца? Ну, конечно, долгое время лоббисты, в первую очередь от агропромышленного комплекса, зажимали все возможности для того, чтобы как-то зарубежные производители могли уменьшать их маржу на внутреннем российском рынке. И, соответственно, теперь ситуация такова, что у Путина не остаётся никаких вариантов, кроме как открывать эти лазейки, открывать эти вентили. Но, опять же, основные производители всё-таки в большом объёме, которые могли дать, это европейские производители, восточная Европа. И здесь политика контрсанкций, то есть это самострел такой себе в ногу. Путин никогда не скажет, конечно же, что, ребята, я сам вам всё это организовал, если бы я не придумывал эти контрсанкции в 2014-2015 годах, то вы бы ели гораздо дешевле всё, что вы едите. Но Турция, конечно же, ну, потому что Китай, видите, здесь игра идёт такая немножко в конкуренцию между нашими двумя геостратегическими партнёрами. Китай очень мощно продавливает, очень мощно торгуется по потокам энергетических, в первую очередь. Мы знаем про силу Сибири-2, которую Китай обставил огромным количеством условий. То есть Путин хочет продавать газ в Китай, но Китай говорит, ребята, так, значит, все поставщики будут наши, украсть невозможно, да, то есть как бы российским подрядчикам, которые на этом миллиарды пилят, никак не попилить, уже неинтересно. И потом эта труба переходит нам, Китаю. То есть вы попользуетесь, позарабатываете, а потом это китайское. Ну, то есть Путину вывернули руки просто в Китай очень мощно. И тут Путин такой говорит, ну окей, а у меня ещё Турция есть, да, потому что Индия как бы она в Америку смотрит, на США больше ориентируется. Но что остаётся у нас? Иран, понятно, ничего особо дать не может, кроме шахедов, но вот Турция и Китай – это две ноги, с которых Путин переминается, что называется. То есть как только Китай начинает как-то себя проявлять и показывать характер, а у нас есть Турция, мы тут весь газ пустим через Турцию, хабы построим в Турции и откроем рынок для турецких товаров полностью, а китайский, наоборот, будем прижимать, к примеру. Не Китаем единым. Вячеслав Ширяев, экономический обзреватель, большое спасибо за этот анализ. Очень важно и очень полезно действительно знать. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Ходорковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальные сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.